Марка Хёнда уже давно объявила, что первой новогодней премьерой для нас станет рестайлинговый Санта-Фе. И теперь этим словам есть документальное подтверждение – машина получила одобрение типа. Из сертификата мы узнали, что базовым станет бензиновый агрегат 2.5 из нового семейства SmartStream. К нему прилагается шестидиапазонный автомат плюс передний или полный привод. Хотя, возможно, вариант 4х2 заявлен чисто номинально. Топовый движок 3.5 остался прежним. А вот 200-сильный дизель 2.2 – свежий. С ним придет восьмиступенчатый преселективный робот. Между прочим, из-за него пришлось отложить продажи родственного Kia Sorento. По одним данным, корейцам пришлось срочно корректировать программу управления коробкой, а по другим – на заводе банально не долили масла. Надеемся, что продажи Санта-Фе начнутся без приключений. Рестайлинговый Volkswagen Atlas, что известен нам под именем Terramont, появился за океаном еще год назад. Но старт российских продаж состоится только грядущей весной. Хотя запасы дореформенных машин иссякли аж полгода назад. Напомним, что модернизация принесла фары меньшего размера и другую решетку радиатора. В салоне – новый руль, другие приборы и более современная медиа-система. Но сколько запросят за такие обновки, мы пока не знаем. Марка Porsche решила побаловать своих фанатов занятной вещицей – заднеприводной версией электрического Taycan. Такая покупка позволит сэкономить покупателям больше миллиона рублей. В базе батарейному седану положены электромотор с мощностью 408 сил и батарея емкостью 79 кВт-часов. Но за доплату можно заказать аккумулятор получше. И тогда отдача двигателя вырастет до неполных 500 сил. Российский рынок продолжает терять бойцов. Как сообщает газета RU, Марка Крайслер остановила продажи своей единственной модели – минивэна Pacifica. Это означает фактическое убытие бренда. Этот исход выглядит вполне логичным. По итогам 2020 года представительство отчиталось о продаже 36 машин, из которых дилеры пристроили 8. Напомним, что просят за Pacifica 4,5 миллиона рублей. При таких ценах рассчитывать на успех было наивно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова